В наше непростое время, когда не только где-то далеко в мире, но и у нас в России и даже на территории родного города происходят чрезвычайные ситуации, каждый человек должен знать, как вести себя, как спасти жизнь своих родственников и друзей. Именно эти умения и навыки получают ребята на уроках основы безопасности жизни, а такие соревнования, как школы безопасности, помогают закрепить на практике знания, полученные на уроках. Сегодня в данных соревнованиях участвует 21 команда, у нас получается 10 младших команд возраста от 13 до 14 лет, и старшие команды, это 11 команд возраста от 15-16 лет. Значит, у нас проходят этапы техногенная среда и экстремальная. Команды отвечают на вопросы теста по основам оказания первой медицинской помощи, признаки остановки дыхания, как остановить артериальное кровотечение, как правильно накладывать шину на сломанную ногу. Ответы на эти и другие вопросы тестов ребята находили очень быстро. Пригодится в жизни, значит, каждый должен знать. И многие задания можно брать из личного опыта и отвечать правильно на них. Еще один тест по основам безопасности жизни в условиях туристического похода. Следующий и, пожалуй, самый сложный этап – техногенная зона и прохождение экстремальной полосы препятствий. В техногенной зоне ребята должны были работать в специальных защитных костюмах и противогазах. Во всем этом эвакуировать из опасной зоны пораженного, а потом с помощью специального прибора провести радиационную разведку. Прибор к работе готов. Источник обнаружен. При тем, кто не первый год участвовал в соревнованиях такого типа, естественно, это было несложно. Кто первый раз у девочек выступал? Я третий. У каждого как своя направленность, и каждый какую-то тему из предмета ОБЖ знает лучше, и поэтому каждый распределяет сам себе это. И что делал? Ну, бежал там, бабочка, по веревкам лазили, через паутину перелазили, ну, как перешагивали. Но это было для тебя сложно или нет? Если ты третий раз на выступал? Нет. Те годы тоже на этих же этапах? Да. Только в прошлом году ничего не заняли, а позапрошим первое место заняли. Отлично. А в этом году? Конечно, надеемся. Надеемся. Соревнования продолжались до самого вечера. В итоге в каждой возрастной группе определились лучшие команды. Все они были награждены ценными подарками и кубками от Управления образования и Управления ГОЧС администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа.